российский бизнес объявлен вне закона минфин сша 6 апреля в ответ на цитата разнообразную злонамеренную деятельность российской федерации приступил к принципиально новому расширению антироссийских санкций в новый список впервые попали самые крупные российские бизнесмены американские инвесторы обязаны до полудня 7 мая избавиться от акций компании базовый элемент русал и газ это конец олега дерипаски которого часто называют зятен бориса ельцина хотя это некоторое преувеличение но он член так называемой семьи это да с остальными компаниями оказавшимися под санкциями минфина отношения должны быть разорваны до полудня 5 июня жестко очень жестко акции русала за три часа после объявления новых санкций потеряли до 20 процентов а понедельник начался с громадного обвала теперь нет смысла торговаться сша по поводу импортных пошлин на алюминий интриги последнего месяца не будет никакой торговли с америка алюминия в прошлом году она принесла почти 2 миллиарда долларов новой американскими санкциями затронуты почти все основные элитные группы списке сургут нефтегаз а это удар по частному резервному фонду кремля в списках алексей миллер глава газпрома этот удар по северному потоку 2 есть ротенберг младший этот удар по идее создания международной моторостроительной корпорации в списках шамалов взять хотя и бывший владимира путина новые санкции это второй по силе после четырнадцатого года ответный удар а может быть и главный что не означает в списке много частного бизнеса да по сути дела связано с государством но формально частного попадание в список делает тебя изгоем на глобальном рынке ты не можешь рассчитываться с контрагентами в долларах тебя и твоих контрагентов пасут по всему миру и блокируют счета твоя акционерная стоимость разрушается с тобой теперь просто опасно работать и это новая реальность это касается не только поименованных компаний если бы все ограничивалось только русалом и прочими структурами все гораздо серьезно бизнесы почти всегда переключены и взаимные проекты из отношения поставщики потребителей есть взаимные финансовые пересечения так далее западный менеджмент понимая это будет резать лимиты на любой российский или связанный с россией бизнес экономика россии будет отрезана от мировой а последние события например так и в сирии будут провоцировать новые санкции и похоже они будут все более жесткие и затронут новые компании и новых персонажей а ведь должна быть и ответ на реакция москвы какой она будет скорее всего до конца чемпионата мира по футболу реакция будет сдержанность точно а вот дальше дальше будет август месяц когда в россии 25 лет случается примерно все что угодно впрочем до этого нам дожить эффективных инструментов правовой защиты у российских компаний практически нет но это внешний фактор с внутренними резервами все понятно увы оплатят потери российские налогоплательщики влиятельные российские функционеры уже высказались вполне однозначно по этому поводу компании попавшие в новый санкционный список будут поддержаны российским государством еще в четырнадцатом году правительство рассматривало идею поддержки компаний попавших под санкции за счет средств пенсионных накоплений и фонда национального благосостояния а год назад госдума приняла закон согласно которому физические лица попавшие под международные санкции могут добровольно объявить себя нерезидентом российской федерации и таким образом не платить налогов с доходов полученных за рубежом но это все старые меры сейчас явно недостаточно вполне возможно что москве будет сейчас дешевле отказаться от главных фигурантов списка недаром глава следственного комитета бастрыкин заявил в выходные что в марте прошлого года один товарищ у памятника пушкину забрался на фонарь по призыву навального и бастрыкин сообщил что это был сын олега дерипаски который на митинге кричал долой коррупцию и бастрыкин заметил что олег дерипаска и сам потенциальный фигурант коррупционных уголовных дел события будут развиваться быстро и серьезно возможно через год мы будем вспоминать апрель восемнадцатого года как рубеж после которого началось стремительное переустройство мир а